20 июля отмечается как Международный день шахмат. Это одна из древнейших игр, сочетающие математическое мышление и элементы искусства. Будучи доступным инклюзивным видом деятельности, эта игра может проводиться в любом месте. Сегодня шахматы включены в реестры видов спорта в ста государствах мира. Подробности у Анастасии Новичковой. История шахмат насчитывает несколько тысячелетий. За этот период интеллектуальная забава эволюционировала и превратилась из средства досуга в целую культуру и, конечно, полноценный вид спорта. Получение звания гроссмейстера со временем становится мечтой многих мальчиков и девочек, севших за шахматную доску. Достижение этой цели требует упорных тренировок на протяжении многих лет. А зарождается все со школьной скамьи. В образовательных учреждениях с начальных классов прививают интерес к шахматам. Это помогает развивать концентрацию, критическое и абстрактное мышление. Шахматы мне очень много дали. Это возможность прогнозировать ситуацию, просчитывать ее на десятки ходов, выдержки определенной, усидчивости. Это очень интересный и вид спорта, и игра развивающая, и интеллектуальная игра. И действительно, я не встречал ни одного глупого шахматиста, поверьте мне. Поэтому всем рекомендую. Однако, в эпоху гаджетов и новых технологий, традиционные настольные игры отошли на второй план. Мы решили узнать, у тверщан играют ли они в шахматы, и что их привлекает в этой древнейшей интеллектуальной игре. Играю. Почему играете? Что нравится? Ну, наверное, потому что нам надо думать над каждым ходом. И на несколько ходов вперед. Мозговая деятельность хорошо развивается. И человек, который играет в шахматы, должен знать много траекторий, чтобы сыграть. Сложно, долго, опасно, особенно с сыном. Играем, будем играть, стараемся. Мне нравится тем, что я могу проводить с папой время. Потому что я играю обычно с папой или с дедушкой. Я с удовольствием. Ну, не так, чтобы зависимость была, но с удовольствием. Чем нравится и сама игра, процесс игры? Так думать надо. Сидишь, думаешь, и всякие комбинации думаешь, обдумываешь. Наверное, мозг развивается, так скажем. Да и я так, в принципе, с друзьями играла до этого. В лагере тоже участвовала в турнирах всяких. Второе место заняла. Ну, мне нравится игра. То есть это прикольно, это увлекательно. Как видно из нашего опроса, большинство тверичан любят эту игру. И охотно играют в шахматы в кругу семьи. А многие ребята посещают даже шахматные кружки, например, при школах. Это помогает совмещать приятный досуг, развитие логики и мышления. Это позитивно сказывается на успеваемости, как минимум по точным предметам. Поэтому шахматная игра остается актуальным занятием и по сей день. Субтитры создавал DimaTorzok